Итоги уходящего четверга Как получить субсидию на открытие своего дела Шутки плохи, Бобрусь присоединился к республиканской акции Главное привлечь внимание гибели детей на пожарах Кто в фокусе огнеборцев Мурая пятница, синоптики прогнозируют ливни и грозы, лету конец В выходные ситуации изменится, на смену дождям придет ясная сухая погода А также состав правительства, вес каравая и виртуальный концерт Говорить искусств порадовал зрителей в режиме онлайн, как это было Возможности трудоустройства для социально незащищенной молодежи Представители Красного Креста и территориальных центров соцобслуживания Обсудили актуальные проблемы сферы Анастасия Пахлёстова знает больше деталей Решить часть социальных вопросов призван проект Евросоюз для молодежи Его цель помочь найти работу, обучить необходимым навыкам И поддержать молодых людей психологически Инициатива рассчитана на молодежь из многодетных семей Людей с ограниченными возможностями и беженцев В рамках проекта проводятся семинары и обучающие занятия Созданы информационные центры Это такие структуры, которые занимаются сбором, анализом, распространением информации По вопросам трудоустройства молодежи Центры организованы и в том числе в городе Бобруйске На базе Ленинского районного центра социального обслуживания населения А также такой центр организован на базе воспитательной колонии номер 2 города Бобруйска Придя в центр, молодой человек может получить информацию о состоянии на рынке труда Порядки трудоустройства, порядки взаимодействия с работодателем Он может быть записан на то или иное интересующее его обучающее мероприятие В городе делается все возможное, чтобы обеспечить социально уязвимую молодежь рабочими местами Отметила начальник управления по труду, занятости и соцзащите Бобруйского горисполкома Во время круглого стола с экспертами Наталья Казакова подчеркнула Проводятся ярмарки вакансий для этих категорий соискателей Ежегодно решениями всех, без исключения городских исполнительных, районных комитетов Устанавливается так называемая броня для трудоустройства лиц Которые относятся к категории социально незащищенных Это одинокие, это многодетные, это молодежь, первые ищущие работу до 21 года Это наши инвалиды, это лица, вернувшиеся из мест лишения свободы Начальник управления отметила Сложнее всего найти подходящую вакансию для инвалидов Зачастую у них множество противопоказаний Если вакансии не подходят, можно пройти обучающие курсы Или открыть свое дело На развитие можно получить субсидию Для этого нужно пройти курсы по предпринимательству, написать и защитить бизнес-план В стране выздоровели выписанные из больниц без малого 68 тысяч пациентов, которые переболели COVID-19 Зарегистрировано около 70 тысяч человек с положительным результатом на коронавирус Врачи провели более 1 миллиона 446 тысяч тестов Глава Всемирной организации здравоохранения призвал все страны организовать обмен вакцины и ее совместное координирование Это позволит обеспечить равный доступ и распределение препаратов против COVID-19 по всему миру Генеральный директор добавил, совместное использование ограниченных запасов – национальный интерес каждой страны По его словам, никто не будет в безопасности, пока защита от пандемии не будет обеспечена всем Новое правительство, чемпионат по футболу и даты полета Белави заявила о запуске чартера в Тунис Громкие заколовки дня далее в специальном обзоре Президент Беларуси утвердил состав правительства и назначил премьер-министра Больших изменений не произошло, работа продолжится в том же составе, который был сформирован полгода назад Так Роман Головченко сохранил за собой портфель премьер-министра Белорусские аграрии завершают уборку зерновых В большинстве районов страны осталось убрать менее 5% площадей В Могилевской и Витебской областях темпы работ традиционно ниже Убрано порядка 70-80% Всего по стране намолочено около 7,5 миллионов тонн зерна На первом энергоблоке БелАЭС загружено ядерное топливо Это первая фаза физического запуска Вторая – холодные испытания, то есть температура при них не превысит 130 градусов Ну и третья – горячая проверка В этом случае столбик термометра перешагнет 130-градусную отметку БелАВИ объявила о запуске чартеров в Тунис с 20 августа Рейсы запланированы в Анфиду, в Монастирь и на остров Джерба Подробную информацию о рейсах можно узнать у туроператоров Также приостановлены полеты в Грузию до 30 сентября, в России до 31 августа Вернуть деньги или изменить дату вылета можно до 30 марта 2021 21 августа тремя поединками стартует 22-й тур чемпионата страны по футболу Слудск примет столичное Динамо, Ислач попробует дать бой шахтеру Динамовцы из Бреста проэкзаменуют Бобруйскую Белшину Начало поединка в 20.00 Игры растянутся на 3 дня и завершатся в воскресенье Матчем в Гродно Неман примет Борисовское БТ Стали очевидцем происшествия, убьетесь над решением на болевшие проблемы Есть эксклюзив Корреспонденты Бобруйск 360 готовы выход на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах В центре внимания дети МЧС проводит акцию по всей стране К чему приводит шалость маленьких белорусов Максим Кембель знает цифры статистики Место встречи малышей и сотрудников МЧС Как правило торговые и развлекательные центры Здесь же расположатся тематические и интерактивные зоны В частности, какие есть номера экстренных служб Как правильно дозвониться спасателям Что же делать при пожаре И какие знаки эвакуации они знают Ну и как на них в общем-то реагировать Не только для детей будет полезно пройти пожарный квест Но и взрослым Примерить форму спасателя – мечта любого мальчишки По окончанию испытаний всех ждут настоящие сертификаты от МЧС Конечно понравилось Мы еще живем возле пожарного Вообще в курсе всего-то А ты знаешь, что баловаться с огнем – это плохо? Чему это может привести? Большому пожару И может все сгореть И люди погибнут Акция продлится по 10 сентября и пройдет два этапа Главное – привлечь внимание гибели детей на пожарах Зачастую и оставленных без присмотра взрослых Максим Кембель, Андрей Богдан Бобруйск, 360 Влюбленный в небо Дворец искусств провел онлайн-концерт Посвященный Дню военно-воздушных сил Беларуси Праздник отмечали в минувшее воскресенье Трансляцию запустили в официальном инстаграм-аккаунте учреждения На сцене выступили местные коллективы и солисты Такие концерты стали хорошей традицией Ранее в таком формате уже проходили музыкальные программы К Дню независимости К 633-летию Бобруйска И празднику медработников Последнее время практикуем такие концерты Мы уже почти привыкли Игра «Гармонь» в субботу в парке культуры и отдыха Пройдет традиционный конкурс Начало в 15 часов на малой сцене Участники сразятся в номинациях Лучший гармонист и солист Администрация парка уже принимает заявки От желающих поучаствовать Облачность с прояснениями И возможные осадки Лето продолжает показывать капризы В ближайшие дни зон под рукой будет не лишним Надолго ли тренд Мария Бушкевич Завтра по востоку страны пройдут дожди Местами прогремят грозы В ночные и утренние часы В отдельных районах будет сгущаться туман Ветер переменных направлений сменится От слабого до умеренного При грозах станет порывистым Ночью столбик термометра покажет От 11 до 17 градусов тепла Днем воздух прогреется От плюс 17 до плюс 29 Уж реже солнышко блистало Именно слова известного классика Могут описать нынешние метеорологические сводки Впрочем, к выходным ситуация изменится На смену дождям придет ясная сухая погода Тысячи пожаров вспыхнули в Калифорнии Причина – экстремальная жара И рекордное количество ударов молний За 72 часа зафиксировали Свыше 11 тысяч электрических разрядов В штате объявлена чрезвычайная пожарная ситуация Разрушены и повреждены дома и постройки Тысячи людей покинули свои жилища Четверо получили ожоги Один человек погиб На Ирландию обрушился штурм Элен Сильный ветер с порывами до 31 метра в секунду Повалил множество деревьев Затоплены прибрежные районы Без света остались около 200 тысяч человек Завтра в Бобруйске небо затянут облака Осадки прогнозируются на протяжении всего дня Вероятность грозы 80% Северо-восточный ветер подует со скоростью 4,6 метра в секунду Днем воздух прогреется до 20 градусов со знаком плюс Ночью столбик термометра покажет 12 выше нуля Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Следите за новостями в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова